Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли 22 июня по всей России. В Омске в этот день Старосеверное мемориальное кладбище посетили представители региональной и городской власти, кадеты, волонтеры Победы, поисковики, представители юноармейских и студенческих отрядов и многие другие. Это наша память и мы должны это ценить. Ценить ветеранов, которые отдали жизнь ради нас. И от всего нашего коллектива говорю большое спасибо им. Спасибо, что вы за нас воевали, за мирное небо. В годы Великой Отечественной войны наш город принял около 170 тысяч раненых. Большинство из них были поставлены на ноги и возвращены в строй. Но вместе с тем 1220 военнослужащих, солдат и офицеров умерли в омских госпиталях. И были захоронены на местных кладбищах. 656 из них покоятся в солдатском пантеоне Старосеверного мемориального кладбища. Почтить память героев пришел и ветеран Михаил Демьянович Веревкин. У меня отец погиб за Москву, старший брат погиб на Курской дуге, но я вот за ранение получил живое остался. Значит, участвовался Третий Белорусский фронт и Первая дальневосточность Японии. Память должна все время для любого поколения, для малого, для молодого и пожилого память. Потому что эта Великая Отечественная война, она унесла много жизней, много страданий. Я хотел бы обратиться, сказать, чтобы всегда помнили и старались, чтобы не было войны больше такой. Губернатор Омской области Александр Бурков выразил благодарность тем, через чьи жизни прошла жестокая война. Кто не вернулся с кровавых полей сражений, кто отстоял свободу и независимость Родины. Наш народ не согнулся. Он выстоял в этой страшной войне. Выстоял, потому что смог объединиться. Объединился народ и армия. Мы сегодня участвуем во всероссийской акции, подтверждая единение нашего народа и нашей страны. Для нас всегда на Руси. Земля, где лежат наши герои, была священной. И будет священной. В рамках всероссийской патриотической акции «Горсть памяти» глава региона и Михаил Веревкин наполнили землей солдатский кесет, который вскоре отправят в Подмосковье. Там сейчас идет строительство главного храма вооруженных сил России. Вы знаете, что сейчас строится самый главный храм Министерства обороны Российской Федерации. И там будет мемориал, посвященный памяти, дороге памяти. И эта земля будет возложена там. Кроме этого, сейчас военные комиссариаты все занимаются сбором фотографий, фамилий всех участников Великой Отечественной войны. Вы знаете, что воевать военные комиссариаты отмобилизовали и отправили больше 300 тысяч, вернулось, не вернулось, 144 тысячи. Но мы собираем фотографии и списки всех вернувшихся и не вернувшихся. Вечером 22 июня в Парк Победы пришли сотни жителей города, чтобы принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Чтить в памяти героев – это очень важное мероприятие, которое помогает поодушевлению народа, благодаря которому они смогут также вдохновляться на новые подвиги. Мы должны помнить о том, что было, дабы передать последующим поколениям свою память. Кем вы сюда пришли? Я сюда пришел со своей девушкой и друзьями. Мы собираемся на такие мероприятия, стараемся их посещать. Волонтеры Победы выходят в Парк Победы, чтобы зажечь сучу памяти, в память о погибших героях. Именно в этот день, когда началась эта страшная Великая Отечественная война. С каждым годом все больше откликается ребят на эту акцию, потому что понимают, насколько это важно – чтить память погибших. Этим вечером Парк Победы наполнился стихами и песнями о войне, о человеческом горе. О мечи вспоминали своих дедов, так и не вернувшихся с фронта. Дедушка погиб, отец воевал, похоронен вечного дня в Оренбурге. Я и мой сын. Среди родственников даже есть дюре Советского Союза. За форсирование Днепра – это кровные родственники. Многих коснулся войны. Все мы знаем, сколько война унесла человеческих жизней, молодых людей, которые, в общем-то, не пожили. Мы должны это помнить. Ну и, естественно, с чувством непередаваемой скорби, потому что война коснулась каждую семью людей, которые проживали в Советском Союзе, сейчас россиян. Вспомнили и Валентину Бархатову, которая в 18 лет отправилась из Омска на фронт, воевала за Сталинград, участвовала в крымской наступательной операции, а спустя два года героически погибла. Медаль за оборону Севастополя в этот день передали в Музей боевой славы память. В каждом письме Валентина Бархатова писала в конце письма «Так хочется жить! Буду всегда жива!» И сегодня мы опять будем вспоминать о ней. Это говорит о том, что память священна. Если есть память, значит, еще живет человек. После концерта омичи с зажженными свечами направились по символической дороге войны к мемориалу воинам-сибирякам. Молчаливая процессия остановилась перед вечным огнем, и под звуки военных песен участники акции «Свечами» выложили слово «Помним» и год начала войны. Субтитры создавал DimaTorzok